Более 150 мероприятий запланировано в Щелковском районе в дни новогодних каникул. В них ожидается участие порядка 100 тысяч человек. Безопасность мест, где жители гуляют, отдыхают, где проводятся детские, культурные и спортивные мероприятия, должна быть обеспечена в полном объеме. Эту задачу поставил всем оперативным службам глава района Алексей Валов на итоговом заседании профильных комиссий. В преддверии праздников усилена охрана объектов повышенной важности. Сформирован резерв сотрудников, созданы мобильные группы. Взаимодействовать по охране общественного порядка будут органы МВД, ФСБ, Росгвардии, готов помочь ОМОН-ЗУБР. В праздники силовики будут не отдыхать, а нести службу. Исходя из опыта прошлых лет, на охрану общественного порядка в ночь с 31 на 1 будет задействовано около 70 сотрудников полиции. На охрану общественного порядка общественной безопасности при проведении религиозных мероприятий, посвященных Рождества, Христову, в ночь с 6 на 7 на 1 будет задействовано около 100 сотрудников полиции. Праздное благослужение состоится в 26 церквях, в Челковском муниципальном районе. На совещании отметили, что проходить к местам проведения массовых мероприятий надо будет через металлодетекторы, даже на новогодние елки. Алексей Валов потребовал обратить повышенное внимание на пожарную безопасность. Сейчас точки продаж пиротехники проверяются на предмет контрафакта. В этой связи напомним, что фейерверки можно запускать только в специально отведенных местах. За нарушение административная ответственность. Человеческая жизнь – это самое дорогое, подчеркнул глава. Понятно, что мы в районе дела понимаем, что охранная зона, безопасная зона и все остальное. А это же вообще делают посреди, с криком «Ура, ура» начинают запускать эти масштабно технические фейерверки. Я еще говорю, не любительские, а такие, профессиональные. Я прошу, уважаемые коллеги, и тоже полицию прошу, не дай бог там кто-то начнет готовиться к применению вне санкционированных мест, сразу пресекать, задерживать. На совещании также обсудили меры безопасности людей на водных объектов в период зимнего ледостава и готовность к проведению крещенских купаний. На территории района будет оборудовано 12 купелей. В последние годы сотрудникам силовых структур помогают технические средства. Все места общественного притяжения оборудованы видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион», как, например, новая набережная на улице Шмидта. Но и каждому из нас также стоит помнить о бдительности. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».